Я получил ваши материалы, один файл не открывается, который Найквист с приложением не открывается, для инвестора открылась, а с приложением не открывается. Мы сейчас пришлю отдельный, он небольшой. Поделился я в чатах информации. Рубен, есть организатор, он ищет завод для производства микросхем. Да. Вам знаком этот? Я ему дал исходные данные, да. И из Дубая задали вопрос, а есть ли прототип, на который ссылается видео, которое демонстрировалось где-то в телесудии или еще что-то, физический прототип сейчас живой? Да, конечно. Он находится у вас? Да. Может быть, имеет смысл подъехать и сделать сюжет на эту тему? Обновить ситуацию? Ну, так вот, сюжет-то из вестей, он что, не убедительный? Ну, хотят получить в сегодняшнем дне с комментариями автора. И еще, как бы я сказал, что вы готовы раскрыть всю информацию, спрашивают, какие условия, то есть, что нужно для производства микросхем, чтобы понять, ну, поскольку еще не видели спецификацию полностью, из приложения для инвесторов там непонятно технологические какие решения должны быть? Значит, нужен завод с технологией, лучше всего МДМ. Металл для электрик металл. Металл для электрик металл. Вот мне подсказали, что сейчас достаточно большое количество 3D-принтеров, печатающих различными металлами. Нет, 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 нет. Это же должна быть интегральная технология, с разрешающей способностью порядка 45 нанометров. То есть, это должна быть технология интегральная. Ну, кстати, для наших зрителей я поясню, что 45 нанометров для Самсунга это давно вчерашний день. Да. Вчера Самсунг анонсировал запуск завода с 3-х нанометровой технологией. Да, ну, это, ну, достаточно 45 и ниже. Ну, лучше. Ну, считается, что литографических вот машин, они очень дорогие, их производит одна всего лишь фирма в мире. Как в условиях отсутствия западных машин мы можем это реализовать в России? Я так понимаю, что у вас есть свое кулибинское решение. Ну, какое же оно кулибинское? В Зеленограде технология есть 45 нанометров, есть 90 нанометров. А если литографию проводить электронным микроскопом, то можно делать и в России 10-5 нанометров. Вот ту установку, которую мы хотели создать, там электронный микроскоп есть. Этот электронный микроскоп мог наносить топологию с разрешением 10 нанометров. Это медленно, но делается. А медленно как? Медленно. Насколько это можно масштабировать? Насколько это выгодно? Ну, у нас же сейчас идет речь о разработке технологии, значит, о доказательстве, или как, о снятии рисков. Речь идет, правильно? Ну, можно и так, конечно, сказать. Так вот, если снять риски относительно медленной технологии, а мы знаем, что, вы сами только сказали, что есть технологии и СВАК-5, и меньше, то все будет решено. А нам нужно зачем собственная машина? Потому что мы далеко не уверены, что с первого захода все получится. Надо будет делать много экспериментов. А для этого напрягать серийный завод очень дорого. Да, а если руководство серийного завода заинтересовано в проведении опытов? Ой, как интересно вы рассуждаете. Вот пришли мы в Зеленограде на завод «Микрон». Недогруженный завод. Нехрена делать ему нечего. Он не знает, что делать. Запись идет. Запись идет. Вот. И на завод «Микрон» мы с вами направим письмо. Точнее, если вы дадите мне гражданское поручение, я смогу... Вот. Дослушайте до конца. Да. Руководство завода вникло в проблему. И отослало нас на участок, на действующий участок. Там мне устроили экскурсию, показали все установки, рассказали, какими металлами они работают, как работают и так дальше. И вот на этом цехе в тысячи квадратных метрах ходит одна женщина. Незагруженный завод. Вот. Но лица, которые отвечают за этот участок, говорят, а зачем нам все это? У нас зарплата не увеличится. Если мы в эту проблему вникнем и начнем что-то крутить, у нас появятся проблемы, а зарплата будет та же самая. Поэтому идешь ты, товарищ Виноградов, далеко на три буквы в ран. Или дальше. Юрий Евгеньевич, смотрите, ситуация, уникальность ситуации в том, что наш разговор сейчас записывается, а я считаю журналистом. У меня удостоверение есть. Вот. И по формальным признакам, ну, мы с вами можем подготовить повторное обращение. Куда? Господу Богу, чтобы он создал экономические условия для заинтересованности лиц в том, чтобы себя нагрузить новой проблемой. Когда просто вы один изобретатель пришли, это одно, а когда изобретатель... Я с инвестором пришел. У вас инвестор был? Да. Ну, тогда речь идет уже о неком государственном преступлении. То есть... Я вас умоляю, это система в России, это не преступление. Это исполнение инструкций. Пока, пока делу не был дан государевый ход. И то, что вы сейчас произнесли, это свидетельские показания. Они требуют проверки. По этому делу можно будет произвести расследование. То, что вы... Государя у нас нету. Ну, ладно, я понимаю. Я вам говорю... До него, во всяком случае, так же трудно достучаться, как до Господа Бога. Поверьте мне, что... Ну, ладно, хорошо. Значит, мы параллельно сделаем обращение на завод «Микрон». Если будет время, я могу туда подъехать и оставить обращение в секретариат, чтобы получить роспись от секретаря. А Котин... Вы что, не верите мне, что я туда приезжал? Нет, верю. Конечно, верю. Вот второй вариант. Так, в бытность Лужкова Проект «Мейклистер» попал в перечень проектов в интересах правительства Москвы. Завод «Ангстрем» взял на себя ответственность за исполнение этого проекта и обещал софинансирование в равных долях. Но потом пришел господин, как его, Лужкова убрали, пришел Собянин. Все деньги пустил на замену бордюров. Никому ничего не выделил. Тем самым он что сделал? Решил Москву триллионов долларов в год. И что? Кому достучаться по этому поводу? Некому. Сначала достучались до маленького СМИ. Мы глобальная волна. Мы пока на федеральных каналах не присутствуем. Но нам за эти годы удалось, что разные люди, ответственные, неответственные... Смотрите, у каждого есть план. Я вам по-другому скажу. Я вам выложу весь этот комплект документации, который подготовил Лангстрем, с решениями положительными и о софинансировании, и так дальше. Результат ноль после прихода Собянина. Отлично. У вас есть документы дома на руках? А как же? Да. Значит... Да. Тем более нужно будет к вам подъехать, сделать этот материал в рамках журналистского расследования. Вот. И еще раз вам говорю, у нас в государстве же у всех есть план. И у прокурора... Я пришлю вам эти документы. Ничего, ехать ко мне не надо. Пришлю тебе. Вообще прекрасно. Хорошо. Благодарю. В общем, то, что вы сегодня произнесли, тянет как минимум на начало расследования. Вы расследуете один вариант. Ну, знаешь, что такое 59 ФЗ от 2-го 05-го 2006-го года? Сейчас посмотрю. Какой еще раз? 50? 59 ФЗ от 2-го 05-го 2006-го года. О порядке рассмотрения граждан. Да. Да. Этот закон не имеет раздела секретности. Но в этом законе прописано, ни в коем случае не передавать письма граждан руководителю, а отправлять их куда угодно, лишь бы не руководителю. В результате в администрации каждого чиновника сидит или сотрудник иностранной разведки, или дурак, который еще не догадался продавать сведения, полученные от граждан, за рубеж. Но дураков там не держат. Там просто не выживет дурак. Там очень умные люди. Значит, они все сотрудники иностранной разведки. Все разведки, вот люди не могут понять, что все разведки, они примерно воедино. Только видимость, что воюют друг с другом. Ну, ладно, это детали. Ну, вот пример, например, в Казахстане, да? То же самое. Собирали сведения, где? В администрации президента. Граждане долго жаловались на цены на топливо. Эта информация попала за рубеж. Там увидели, о, так есть точка. Красная точка, давайте на нее нажмем. Подняли цену, и началась революция. Вот как несекретные документы, собранные в одном месте, должны быть занесены в раздел секретных. Это нормальное положение первого отдела. Много несекретных документов, собранных в одну папку, представляют собой секретный. Документ, папку. Давайте пофантазируем. Мы с вами клерки на службе у царя-батюшки. И приходит изобретатель... Отнюдь, отнюдь. Царь-батюшка у нас на поводу у клерков. Потому что клерки информируют царь-батюшку в объеме достаточно для принятия нужного клерку решения. Дело в том, что для этого существует дублирование поступления информации. Если кто-то умолчал, то другие... Да, да. Есть примеры? Есть примеры? Я о другом, Юрий Евгеньевич. Давайте вернемся к плате, изготовлению к плате. Микрон, Акстрем. Во Фрязино еще есть технологическая площадка. Значит так, давайте вернемся. Итак, нам нужен техпроцесс, металл, диэлектрик, металл. Металл, диэлектрик, металл. Один вариант. И второй вариант. Техпроцесс, который умеет работать с антимонидом Индия. С антимонидом Индия работают изготовители фотоприемных матриц для тепловизоров. Антимонид Индия. Можете записать. Это материал. Вот нас устраивают заводы-изготовители, которые работают или с антимонидом Индия, и недогруженные, и хотят получить дополнительную прибыль. Или заводы по технологии металл, диэлектрик, металл, тоже недогруженные, тоже желающие получить прибыль. Например, в Белоруссии интеграл. Металл, диэлектрик, металл. Да, умеют. А вот дальше они, как черт, от Ладана отказываются от того, чтобы разработать техпроцесс и загрузить не только свой завод, а построить рядом еще 10 таких заводов, и которые бы через год после запуска в серию окупились. Где-то описано, существует описание, то, что вы хотите от них добиться. Да, есть такая технология. Вы говорите, надо разработать новый техпроцесс. В чем он заключается? Я же вам... Там, среди документов, есть техническое задание. Да, 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 сейчас смотрю. Вот там техническое задание. Выполнил его, получишь то, что надо. Я ничего не скрываю, ничего не скрываю. Угу, угу. А если не скрывается, то это не я виноват. А, загрузка прервана, почему-то это не удается скачать. Да, надо обновить, может быть, ссылку. Почему-то... Я вот тоже веселился по этому поводу. Значит, я когда вам сбросил туда вот эту папку, папки есть, папка «Климат», я туда хотел сбросить мои, как я сказал, лекции из Ютуба. Да. Полез, а я их потерял у себя. Хотел закачать с Ютуба. Две лекции закачал. А третью, а первую не могу. Угу. Я так, я эдак. Один вариант скачивания, второй вариант скачивания, третий. На четвертый вариант скачивания все-таки скачал. Но другим вариантом. Не тем, которым скачал первые две. Значит так, я сейчас вам пришлю, значит, на Эквистер с дополнением и материалы по ангстрему. Да, да, на Эквистер с приложением с ошибкой скачиваться не хочет. ТЗ я открыл. Сейчас изучу. Ну, я вам сейчас по очереди их все сброшу. Просто сразу-то все нельзя было сбросить, либо не пропускает. Интернет такие объемы. А если заархивировать, то тоже хрена с этим разархиватором иногда не получается. Поэтому сейчас я без архива по очереди вам сброшу, по вашему запросу. Ну, или по результатам переговоров, то, что вы считаете нужным, я вам сейчас все сброшу. Да, скажите, а Рубен ищет завода? Заводов, понятно, вот они на руках. Давно ищет? Как бы там что? Пытаются с директорами пообщаться. Как это происходит? Ну, я не знаю, как он ведет переговоры. Обычно у него личные контакты. Вот. Он письма не пишет. Он умеет общаться с людьми. Да. Ну, вот, похоже, ничего не находит. Давно ищет. Я вам объясняю почему. Верхние понимают, что работать надо и загрузить процедуру завод надо. А нижние не заинтересованы. Ну, все как в Советском Союзе. Ну, а кто сказал, что мы далеко от него ушли? Угу. Ну, вот стоит этот завод. Микрон. Красивое здание. Большая площадь. Иностранное оборудование. Залы там. Тысячи квадратных метров. И одна женщина ходит. Гоняет. Я не знаю, что она гоняет. Скажите, пожалуйста, Юрий Евгеньевич, а у вас есть продолжатель вашего дела? А тут юмор интересный был. Когда я с Энкстримом вел переговоры, они взяли на себя со сенанциированием. Потом пришел Савьянин. Потом я нашел инвестора. Звоню. Он нам с тем, говорю, так и так, я нашел инвестора. Давайте возобновим. Это самое, общение на эту тему. Он говорит, а ты мне присылай информацию. Да я же вам присылал год назад. Еще раз пришли, мы ее выбросили. Рисылаю. Ну, техническое задание там и так дальше, описание. Звоню через неделю. Ну как? А мы изучаем. Ну вы же уже один раз сказали, да. Что там изучать-то? Юрий Евгеньевич, в прошлом месяце умер Зеленов. Единственный физик твердого тела, все остальные технологи на заводе. Он скончался от рака. И сегодня, говорит мне, никто не берется за эту работу. И после этого я три года искал в России физика твердого тела. Нашел. Даже там начал его как-то подкармливать там через 100 инвесторов там и так дальше. Но мы так и не могли найти приличного инвестора, чтобы организовать свое производство и так дальше. Вот. Поэтому он еще живой. Этот второй физик твердого тела. Раздобрел слишком. Но в ботинке все еще умудряется завязать шмурки. Так что с этим все сложно. Есть такая аксиома Коула. Знаете, что это такое? Нет, нет. Она формулируется так. Количество интеллекта на Земле постоянное. А число людей растет. Понятен, да? Вывод. Да, единицы двигают цивилизацию вперед. И вот смотрите, вот пришел, вы как изобретатель приходите на прием в администрацию президента, кладете бумагу. А как они могут отличить адекватного человека от неадекватного по предложениям? Они говорят, мы не физики. Есть ли цивилизация? Есть указ 201 от 23 февраля 2004 года. Когда они видят в моем документе какое-нибудь слово, ну, например, электроника, микросхемы. Они раз эту бумагу направляют в Роснано. Но не президенту. А в Роснано я уже был. И мне колюжный ответил, у них там эксперт, что ваш госпроект нужно провести сначала мир, а мы реализуем только иностранные проекты, в которых уже нету рисков. Роснано. Все, пиши президенту, отвечать будет тебе кто? Сотрудница из лиги защиты сексуальных меньшинств. Так, ладно, хорошо. Я уж тут хорошо. Ну, что, я же делаю сюжет для нашей аудитории, потому что нужна общественная реакция. Вы поймите, что, ну, в общем, это и есть социологический эксперимент. Вот люди по вас послушали. Хотят они каких-то изменений или нет, они понимают, что только о какой-то их активности. Я думаю, что возобновился работа. Скажите, есть у вас продолжатель вашего дела? Вот по Найкс-веку. Вот я говорю, одного человека я нашел, физика твердого тела. Еще одного. Один скончался, один есть. Ну, если он завтра помрет, значит, ну, все, приплыли. Он полностью в теме Найкс-веку? Да, да, да. Да. И он в теме технологического процесса, потому что я ТЗС сейчас открыл, но это серьезный технологический документ для завода. Вот он как раз все это и писал. И он как раз в теме технологии. Я в технологии не понимаю, а он понимает. Ага, я вас понял, отлично. То есть он как продолжатель, носитель именно... Я пишу ТЗ, я пишу ТЗ, а он делает. Да, 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 я вас понял. Ну, это да, это конечно... Но все равно получается, вы и он. Ну, в всяком случае, на сегодняшний день он все ТЗ мои осмыслил. И в случае моей кончины он может развить эту идею. Ага. Ну, надо успеть, конечно, при этом земном воплощении, конечно. Поэтому... Хорошо. Есть у меня, конечно, еще сын, но сын занят, естественно, выживанием. Ему не до перспектив. Хотя он тоже в курсе дела, немножко. Здесь нужно использовать ресурс системы для взаимодействия повторно с Микроном и Акстремом. Как журналист я могу повторно написать письмо обращения в администрацию президента. И они по формальному признаку запросят обратиться к Акстрему. Ну, директор там уже дал команду Нижним. Да не важно, что он дал. Они должны будут отписаться в администрацию. Нижним не устроили экскурсию. Все показали. Все понял. Мы это дело опишем в письме в администрацию президента. И скажем, доколе мы будем терпеть вот эту диверсию на местах. Просим разобраться. Очень просто. Это по тех пор, пока будет 59 ФЗ, мы будем терпеть. А здесь, если ролик будет набирать обороты и граждане будут принимать участие, может что-то да изменится. Да не знаю. Я уже каждый разговор заканчиваю стандартной фразой. Эта цивилизация будет уничтожена. Да, вы не первый ученый, от которого я слышу такую точку зрения. Это, конечно, заставляет задуматься о перспективах развития. Хорошо, благодарю. Надо организовывать свое общественное движение. В отличие от партии, его не надо регистрировать в Минюшке. Общественное движение. Потом надо найти какого-нибудь олигарха. Ну, например, вот того, кто строит что-то в регионах вечной мерзлоты и страдает от того, что вечная мерзлота тает. А мы ему объясним, что есть варианты вернуть климат в исходное состояние. Вечная мерзлота перестанет таять. У вас не будет проблем с этим. Ну, поддержите наше общественное движение. Ну, кстати, есть версия, что вечная мерзлота тает по другим процессам. Что эфир, выходящий из недров Земли, прото-частиц, ну, эфир, там, Земля расширяется. И там изменяются эфирные потоки или что-то. В общем, изнутри происходит разогрев, а не снаружи. Вот слушайте меня и читайте мои статьи. У них с арифметикой показано, как тает не только вечная мерзлота, но и лед над Антарктидой и над Гренландией. И это объективный процесс. связанный с дуростью наших руководителей и с конвенционностью науки. Что такое конвенционность науки? Наука по сговору. Вот Амар Хаян в свое время написал, будешь в обществе гордых ученых ослов, Постарайся ослом притвориться без слов. А иначе, кто не осел, эти дурни немедленно обвинят в подрыве основ. Ну, это называется наука по сговору. Не везде так. Ну, например, большой взрыв. Ну, дур-дур. А спроси сегодня у кого-нибудь ученого, какая скорость самая большая в мире? Скажу, скорость света. А на самом деле скорость ростовения гравитации 100 миллиардов раз выше, чем скорость света. Но, если вы материалист, вы обязаны понимать, что гравитация передается не посредством Божьей воли, а посредством материальных каких-то частиц. Значит, материальные объекты летят в космосе со скоростью стоим миллиардов раз больше скорости света. А попробуйте бы это сказать где-нибудь на ученом совете. Эти гордые ученые ослы мгновенно вас обвинят в подрыве основ. Однозначно. А не я определил скорость гравитации. Это Лаплас, изучая лековые заходы Луны. Я еще этот самый Женар своим методом показал. И никто не опроверг за последние 200 лет эти сведения. Их просто забыли. Так удобнее в науке по сговору. Ну, цивилизацию управляют. Есть некий планировщик. И прорывные технологии, по моему представлению, могут прийти, когда разрозненное общество в лице каждого индивидуума проявит волю, заявит свои права на это. Да вы что? Ну и сколько же надо потратить сил и средств, чтобы индивидуумов образовать до какого-то уровня соизмеримого с нашими кретинами в министерствах? У нас есть новые средства распространения и доставки сигнала. Это интернет. Ну, у людей должно быть желание читать. Ну, вот выложил, предположим, я три статьи о климате. За три года просмотрели мои статьи максимум 30 человек. Им же интересно читать про взрывы, про изнасилования. Ну, музыку на худой конец. Сейчас, после выхода этого сюжета, вы мне ссылки пришлите, я их размещу в описании. Вы увидите, как увеличится количество просмотров, и вы удивитесь, как у нас... Просто никто вашей статьи не знает. Здесь вопрос продвижения. Вы поймите, что может быть гениальнейший текст, но просто его никто никогда не продвигал, а самому автору ну и не знает, как продвигать, и неловко продвигать, да и... Ну, вот я на YouTube выложил, и что? Ну, почему? Я вот выложил ваш ролик уже, сейчас я вам скажу, сколько просмотров. Секундочку. Прямо в режиме реального времени. Анотацию к циклу докладов о климате просмотрело 157 человек, я вчера выложил. Про Найквистер Виноградова, то, что вот был эфир в 17-м году, просмотрело полторы тысячи человек. Хорошо. Давайте так. Я вам сейчас присылаю то, что обещаю. А вы дальше рассуждайте и объясняйте мне, что мне надо сделать, я вам буду помогать. Я думаю, что нужно подготовить письмо в администрацию президента. Я это письмо пойду туда, я на входе сниму это письмо, с чем я туда захожу. Внутри снимать, ну, просят не снимать, чтобы не провоцировать сотрудников охраны, там и так далее. Вот, но диктофон я могу сделать включенным. И я это письмо технологично просто подам. От вашего имени. Да, они письма принимают. Но. Отлично, отлично. Самое смешное, что они даже штамп не ставят на сопроводительном документе. Ну, ведь вам потом пришлем. И пошлем вас. Ничего, проведем очередной социальный эксперимент, пройдем эту процедуру. Она не запрещенная, она не секретная. Попробуйся. Конечно, надо пробовать, надо пробовать. Времена меняются. Времена особые, времена военные, поэтому сейчас совершенно другой спрос будет. Поэтому мы сейчас можем воспользоваться моментом и в рамках действующего законодательства пройдем эту процедуру. А копии и съемок, и материалов направим директорам и все, и ждем. Ладно, давайте еще я вам вышлю, а вы думайте. Хорошо. Потому что я уже через это проходил. Я уже знаю, что такое закон, указ 201, знаю, что такое 69, знаю, что пересылают мои письма куда угодно, только не адресату. в нарушении статей 139 и 237. 139 это что? Тайны переписки. Я пишу президенту, читает девочка. 237. Я пишу информацию, а в администрации организуют цензуру. Это нарушение статьи Уголовного кодекса 237. Это нарушение статьи Конституции 15 и 23. 15 там на переписке 29 запрет цензуры. Им плевать на нас с вами. Они из нас сделали по закону быдло. Резко, но метко. Вы абсолютно правы, что на системном надгосударственном уровне происходит уничтожение страны. Инициативы. Вы же вспомните, когда была у нас социализирование по 5-10% в год прирост ВВП. При Сталине. Так? Что было при Сталине? При Сталине изобретатель и рационализатор тут же получал премию. А союз патент создали для того, чтобы грамотные клерки помогали неграмотным людям правильно оформлять патенты. Потом все это вылилось в нечто, когда они просто стали критиковать, а ты должен сам оформлять все правильно. А когда пришел Путин, он что сделал? Разогнал союз патент, сделал рост патент. И теперь изобретатель, который еще не разучился изобретать, вынужден платить штрафы. Штраф за подачу заявки, штраф за экспертизу формальную, штраф за экспертизу по существу. И самый большой штраф за то, что изобретатель в течение года не нашел инвестора для реализации своего патента. О как! И если до того, как Путин разгромил союз патентов, государство было владельцем патентов, не изобретатель. А сегодня не изобретатель, поэтому на него все штрафы. Так вот, государство продавало патенты и получало риэлти за эксплуатацию патентов в переводе на сегодняшние деньги 17 триллионов рублей. К слову сказать, пенсионный фонд имеет бюджет 7 триллионов рублей. Вот если Путин не разгромил союз патентов, можно было пенсионерам платить в два раза больше, и еще бы оставалось государство. Это официально, это официально все. Это документально заказать можно то, что я сказал, я никогда не говорю вымыслов. но останавливаться в продвижении все равно не стоит. Иначе зачем жить? Зачем? А я уже теперь не знаю зачем жить. Я уже каждый раз удивляюсь, зачем я вообще живу? ой, я всем задаю вопрос, Юрий Евгеньевич, скажите пожалуйста, а в чем смысл жизни? Ой, это банально, банально, но смысл жизни в сохранении жизни. И это как в живой природе, так и в неживой, в, и даже на уровне минеральной, то есть на уровне планет, систем и так дальше. Все построено так, чтобы сохранить условия для жизни. Планеты взрываются, взрываются светило, но потом опять восстанавливаются и местами создаются условия для жизни, а вот уже от взорвавшихся планет вирусы и микробы вместе с астероидами попадают на эти планеты, которые пригодны для жизни. И вирусы и микробы начинают строить новую цивилизацию. Дело в том, что даже сегодня человек это не высшая форма жизни. Нас создали вирусы и микробы. Вот вирус COVID-19 уже вписался в генную структуру человека и будет управлять генами. Юрий Евгеньевич, такой фантастический вопрос. Ваши технологии позволяют каждой бабушке, каждому человеку иметь источник энергии. Если с одного квадратного метра мы получаем киловатт, то в штабе мы поставили зазорами для прохода воздуха, вот у нас кубик из квадратного метра можно получить из квадратного метра там сколько? 10 тысяч сантиметров квадратных, да? Да. Вернее, ну да, 10 тысяч. Ну да, 10 тысяч сантиметров квадратных. Значит, тысяч киловатт. С метра не киловатт, а тысячу киловатт метра квадратного. Это огромное количество энергии, это огромное количество энергии, бабушке столько даже и не надо. Ну, это не совсем огромное, дело в том, что если вы каждую секунду будете отнимать часть теплоты от одного кубометра воздуха, ну, нового кубометра воздуха, то можно будет прокормить источник мощностью 70 киловатт. Один кубометр в секунду. То есть, если вы прогоняете, предположим, через радиатор с учением один метр, это у вас скорость получается какая? Один метр в секунду. Тишина, благодать, никакого свиста, шума. Ну, если радиатор сделали поменьше, то будет скорость уже 10 метров в секунду воздуха. Но вы все равно прогнали один кубометр и получили на выходе 70 киловатт. Вот так как-то. И вот получив такую энергетику, гипотетически, это стало доступно каждому. Как это может повлиять на социум планеты? Получается, экономика изобилия. Очень плохо может повлиять. Объясняю, почему. Может, сдерживают и не дают эти технологии? Сдерживают не потому, а сдерживают потому, что достучаться не можем. Но есть такой аспект. Вот сегодня мы все зависим от чего? От водопровода в кране, от канализации, от электроэнергии. Что это нам выйти бастовать, а тебе завтра перекроют канализацию? Что ты будешь делать? Скажешь, ладно, ладно, я пошутил. А вот если у человека будет своя энергия, он тут же будет получать еще и конденсат влаги из воздуха. То есть ему не надо, не нужен кран с водой. Значит, агрегат мощностью в 2000 киловатт в сутки 80 тонн воды конденсирует. поставил его на дом и все, у тебя возвратное водоснабжение, не надо воду подключить. И отопление у тебя будет. И пусть еще будет холодный воздух для кондиционирования зимой, летом. И ты не зависишь от правительства, ты можешь ходить голосовать, восставать, а у тебя дом еще будет тепло и вода, и холод летом. Это страшно для правительства. Это ж ужасно это население. Им же управлять нельзя будет. Так может быть тогда руководство Ангстрема и как еще раз Ангстрем и Микрон и Микрон не директора такие не хотят загружать, а есть некая центральная установка глушить такие технологии. директорат разрешили и подписали. Но в случае Ангстрема приехал товарищ, который заменил электронику на бордюры. Вы же говорили, что у вас есть инвестор. Зачем нужны были шобянинские деньги, если у вас был инвестор? Был инвестор, но когда я с ним пришел на Ангстрем, к тому времени скончался Зеленов. А инвестор потом на меня смотрит и говорит, человек, ты меня обманул. Ты сказал, что у вас все готово и вот только что завтра сегодня деньги, завтра работа. А я ему говорю, нет, вот человек сгинул, и теперь я не знаю, кто будет делать. Естественно, инвестор в мою сторону плюнул и ушел. Может быть, сегодня он посмотрит этот сюжет и вернется к вам? А вы бы стали общаться второй раз с человеком, который вас подвел? А инвестор вас подвел? Я подвел инвестора. Я ему сказал, сегодня деньги, завтра будем работать. Нет, это бизнес, не, 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 у бизнеса это никто никого ничего не подвел. У меня, у человека понятно, что у вас технологические решения отвечал человек, он умер, это форс-мажор, пока вы восстановите тех процессов, это требуется время. это один из подходов. Общий подход, если ты меня один раз обманул, и ждешь, ты пляшешь. Да нет, вы никоем образе не обманули. Ну, вот так получилось. Ну, спустя время можно по-новому взглянуть в не эмоции, и все видится, уже много иначе видится. Я вас понял, хорошо. Уникальная, конечно, ситуация, конечно, потому что изобретение ваше, оно настолько может быть эпохальным и значимым. И главное, когда есть у вас энергия, например, вы можете организовать что? Обезвоживание отходов, тех же самых канализационных отходов. Довели их до состояния сухого продукта, запаковали в мешки и продали аграриям для удобрения. То есть, у вас получается замкнутся полностью в доме или в поселке, где угодно. Основная проблематика всего этого дела, знаете, какая? Невозможность контролировать. Вот вы говорите о гражданах, что граждане получат свободу. Есть, то есть, на несколько уровней выше, проблема станет с войной. Уже сейчас беспилотники сегодня взорвали нефтеперерабатывающие предприятия. Распределенная эта система более устойчивая к внешним воздействиям? Я имею в виду другое, что подобного рода устройства будут применены в первую очередь для военных целей. То есть, страх открыть ящик Пандоры, что огромное количество людей недовольных превратит это тут же в летающую я вас умоляю. До них же постучаться нельзя. Вы думаете, я не писал Рогозину или не писал этому самому министру обороны? Вот сегодня они маются, например, с чем? Вот нужны им беспилотники. Но ведь он же работает всего несколько минут, а потом ему надо заряжать аккумулятор. Ну, это электрический, а на ДВС он под сутки может тарахтить. Да, но то он и больше. Его в кармане не унесешь. Ты просто так из окопа не запустишь. Это, конечно, правы. Не, однозначно. Тут даже спорно... И второе. И второе. А радиосвязь? Она что, не требует электроэнергии? А вот если... А как это может быть решено вот в исковом варианте? Вот вы видите. Ну, вместо аккумулятора вставляется эта хрень. Сантиметр квадратный или даже меньше. Она обеспечивает вам что? Достават, предположим, мощности. А это значит, что вы хороший процессор можете поставить. Вы можете потом греться от этой радиостанции. вы можете организовать серьезную помехозащищенную связь с хорошим шифрованием. Если у вас есть энергия, вы все это можете закрутить. И человеку не надо будет раз в день или там отдавать или менять, предположим, аккумуляторы в своей радиостанции. А значит, в войсках не надо содержать подразделения, которые следят за состоянием аккумулятора, их заряжают. Ну, дурдом, да? Да, я вас полностью поддерживаю. Я почему 15 лет занимаюсь, чем я занимаюсь. Я вот вижу достаточное количество людей с такими решениями, и общество об этом не знает. И мне стало интересно принять в этом участие по массовому распространению среди аудитории. И когда же аудитория услышит? Ваш рассказ просто взрывает воображение и казалось бы, все есть, да? И почему-то мы такие бедные. Потому что никак не объединимся. Вот хорошая тема для объединения. Юрий Евгеньевич, я жму руку, благодарю вас. Целый час мы с вами интервью записали. Сделаю ссылочку, вам на почту пришлю. Хорошо. Все, низкий поклон, всего доброго. до завтра. До свидания. До свидания. Но, дорогие зрители, выводы делайте сами. История развивается и все расставит на свои места. Стоп. Снято.